Добрый день, Вячеслав Борисович, я вас приветствую. Расскажите, как обстоят дела в веренном городе, в городском объединении Дубна. Знаю, что там происходят серьезные мероприятия в рамках нашей региональной программы, в частности, строительство моста, дальнейшее развитие свободной экономической зоны, идет подготовка к работам в системе ЖКХ и дорожному ремонту. Расскажите, как вы видите эту работу и как контролируете процессы. Андрей Юрьевич, Дубна живет комфортно, людям очень нравится жить в Дубне, никто не хочет уезжать. Есть некоторые проблемы, которые мы пытаемся решать, но прежде всего мне хотелось бы огромное спасибо от жителей города вам сказать за ваши решения, которые последние были в этом году, в предыдущем году. Конечно, это мост. Это решение, которое перевернули полностью Дубну и дали новый виток развития. Мост строится очень активно, я лично контролирую процесс, проблем у подрядчика никаких нету по организации в городе строительства. Второе, конечно, вы сказали особо экономическая зона. Ваше решение, потому что сделаны преференции резидентам, льготы на налоги, на прибыль. Опять же, новый виток, резиденты пошли и с удовольствием идут и строятся в особой экономической зоне. Ну, конечно, огромное спасибо вам от жителей за выделение земельных участков на территории Дубны из собственности Московской области. У нас 400 с небольшим на учете стоят семей многодетных, 72 мы участка предоставили и больше земель наших, ну, как бы, не было. И вот то, что вы приняли решение 70 гектаров передать, это мы сейчас разрабатываем градостроительную документацию и людям, семьям многодетным выделим эту землю. В общем-то, кроме проблем с мостом, которые хорошо известны в Дубне, люди очень много говорили, уважали недовольство по поводу состояния дорог. Я дал команду разработать специальную программу по ремонту дорог в городском округе Дубна. Поэтому прошу вас вместе с ГУДХ очень внимательно посмотреть, какие проспекты, какие улицы нужно отремонтировать в первую очередь. И, соответственно, ям к концу дорожного сезона, к концу августа в Дубне быть не должно. Такую амбициозную программу мы должны реализовать за май, июнь, июль, август месяц. То есть ям в Дубне к концу августа быть не должно. Для этого должна быть создана очень выверенная, очень четкая программа. Андрей Юрьевич, за это огромное спасибо вам, отдельно огромное спасибо, потому что дороги, это, наверное, самая большая проблема осталась в нашем городе. Все у нас нормально, если мы, ну не если, а вытянем, да, вот эту проблему с вашей помощью. С Игорь Борисовичем Тресковым мы уже работаем, все обследования сделаны, все дефектовки составлены, все сметы составлены. Программу он нас включил. Сегодня-завтра мы дорабатываем и, в общем-то, готовы будем к торгам. Люди обращались с просьбой перенести аттестацию тех, у кого есть инвалидность, соответственно, в город Дубну из Дмитрова. Это по инвалидности, да? Это по инвалидности. У нас работало до 13-го, до 14-го года. Я что предлагаю? Вместе с соцзащитой назначьте один или два дня в месяц, чтобы люди не ездили в Дмитров, а, соответственно, аттестацию проходили в Дубне. Для этого в одном из медицинских учреждений нужно предусмотреть соответствующую инфраструктуру, кабинет, для того, чтобы специалисты могли там оказывать эти услуги. Мы готовы к этому, Андрей Юрьевич, даже готовы транспорт предоставить, чтобы привозить врачей из Дмитрова в Дубну и обратно. Отработайте и организуйте такой прием в городе Дубне.